Продукция белорусского расследовательского центра для Белсад ТВ Найбуйнейшее месячное изнижение золотовалютных резервов с дн. 2020 года И одно из найбуйнейших в принципе за всю историю Беларуси Что это у все означает и что, увы, неку, застанется у наших с вами командцах В эфире передача «Экономика с шалом» С вами у вас на Сергей Чалый Станислав Ивашкевич Витаем Добрый день Часть резервов, на которые также мог быть наложен арест, как это было с Россией Они действительно были уведены Из-под внимания зорких контролирующих органов на Западе Операция по доконвертации российской области Типа так В его представлении получается, что и санкции, и конкуренция находятся на одной доске борьбы с белорусским производителем Чем больше мы говорим об импортозамещении, тем меньше результатов от него С нашим импортозамещением это как с ремонтом, который невозможно закончить Его можно только прекратить Происходит просто эпический, на самом деле, сдвиг в содержании экономической политики Итак, на площадку отразу до фронтовых взводок Что отбывается с золотовалютными резервами? Значит, действительно, потеря валютной компоненты, ликвидные ресурсы в иностранных активах Значит, она упала на 731 миллион долларов Это действительно крупнейшее падение со времен начала политического кризиса При этом выросла примерно где-то в половину этой суммы компонента То, что не может входить в золотовалютные резервы по международной методологии Потому что эти деньги находятся, ну, как правило, скорее всего, эти деньги находятся на счетах банков Которые не считаются, что называется, первого уровня надежности Это может быть потому, что они сполохались, что арестуют за ВРК российский? Уверен, что именно так это все и происходит Скорее всего, действительно, часть резервов, на которые также мог быть наложен арест, как это было с Россией Они действительно были уведены Испытны, что называется, внимания зорких контролирующих органов на Западе И это означает, что примерно где-то размер интервенций, который был, а скорее всего, они происходили Вероятнее всего, где-то вот на половину от этих 700, где-то, не знаю, там, 350, может быть, чуть больше миллионов Это были действительно продажи с целью поддержания валютного курса Вот это не эквивалент кризиса 2011 года Нет, это другая история, да Але тенденции, тем не менее, становятся все одновременно А вот понимаешь, тут как раз мы же к этому все время приходили Что вот этот парадокс валютного рынка, когда паника довольно быстро закончилась Возвратом практически предкризисным уровнем, да И гипотеза, которая была у нас, почему так происходит, она была связана с тем, что это как раз результат, на самом деле, ухудшения реального сектора и, соответственно, влияния санкций Вот как раз данные по состоянию экспорта и импорта внешней торговли в марте у нас есть Наконец, снова это первый военный месяц Так вот, именно Евросоюз очень хорошо видна динамика Экспорт упал на 18%, а импорт сократился на 33% Импорт сократился, ну и тут требуется в местной базе, что, да, Евразвязь обклав санкциями экспорта белорусских нафтопродуктов Сдавалось, у Саковику его уже было быть не повинно Но, как выявило расследование Белорусского расследовательского центра, у Саковика он протягался под выглядом из этих масел под иншими кодами И первого Саковика аккуратно выпустили это расследование И с первого кроссовика его развяз, закрыл эту лазейку И вот только с первого кроссовика реально начались проблемы на автоперпрацовке, потому что до этого иные кростворальники, разбавляльники Ну там уже достаточно этих проблем, судя по сообщениям о том, что происходит на нарабатывающих заводах Значит, на экспорт практически ничего не идет И заводы, как сообщают сами специалисты с ним, говорят, ну мы практически греем атмосферу Значит, когда многие обращали внимание на то, почему же действительно белорусский рубль и российский, в первую очередь Потому что наш, как бы, в большей степени привязан к российскому Почему российский рубль в условиях беспрезидентных санкций вернулся практически на, значит, вот эти вот докризисные уровни На самом деле важным действием было то, что мы комментировали Внеочередное понижение ставки, учетной ставки Центробанка России Тогда же я сделал вывод, что тут не все чисто И вот это вот внеочередное снижение ставки скорее было не хорошим знаком А знаком плохим Поэтому и в результате того, что падение оказывается серьезнее, чем вы думали Меньше импорта Совокупный спрос в том числе, да, уменьшает инфляционное давление И поэтому вам не нужно так с этой инфляцией бороться Ладно, здесь есть инфляция, коли такие проблемы промысловости, так? То есть Банк России говорит сейчас Это вот самый свежий их прогноз Значит, они считают, что пик спада придется на 4 квартал этого года И вот в самом максимальном дне это минус 16,5% год к году Это не за год, опять же За год будет меньше, потому что другие От месяц к месяц Да, это самый максимальный момент дна Вот, по инфляции Значит, декабрь-декабрю 2022 года в диапазоне 18-23% годовых В среднем около 20 Пик, как они считают, уже пройден в марте этого года В дальнейшем прирост инфляции будет меньше Поэтому, считают они, можно понижать вот эту самую учетную ставку Сейчас она 14% годовых То бишь два раза по вот этих 3% пункта были отняты А дальше, дальше интересный вопрос Значит, что будет вот с этим вот самым режимом Такого, ну, сильного Сильных валютных ограничений, в которых российская экономика сейчас работает То есть это и обязательная продажа валютной выручки Значит, ну и фактически вот эта вот деконвертация российского рубля Операция под деконвертацией российского рубля Так вот, сразу два института Причем, которых нельзя обвинить какой-то там идеологической заряженностью То есть Неглазьев там, ничего такого Значит, Центр макроэкономического анализа критикосрочного прогнозирования Раз, и Институт экономической политики имени Гайдара Разные там подсчеты были Не буду вдаваться в какие там варианты Там четыре сценария они считали Вывод довольно интересный Исследование показало, что контрольное движение капитала Довольно эффективный инструмент антикризисного регулирования Он позволяет проводить стимулирующую денежно-кредитную политику Без значительных рисков для ценовой и финансовой стабильности Так вот, к чему я веду? Что к чему? Сейчас консенсус начинает смещаться в сторону того Что вот действия Центробанка, которые многие посчитали каким-то разовым Ну, типа, надо сбить панику Что там надо срочно остановить что-то, да То есть посмотрели и говорят Слушайте, а наши подсчеты показывают Что надо сохранять этот режим Вот этой вот ограниченности, конвертированности Контроль за валютными сделками И все-все-все вот это вот Потому что в этой ситуации, как говорят они Раз у нас проблема То есть в финансовом секторе относительно хорошо В том числе благодаря санкциям А в реальном секторе все плохо Надо помогать реальному сектору Для этого нужно денежно-кредитную политику Делать искусственно более мягкой, чем нужно Что это означает? Это на самом деле Просто чтобы было понятно Знаешь, есть в теории международной торговли Значит, есть такая знаменитая теорема о невозможной троице Что невозможно одновременно иметь независимую денежно-кредитную политику Свободу движения капитала И фиксированный валютный курс Всегда выбирается как бы только две из этих частей Россия до 2014 года существовала в режиме свободного движения капитала Но при этом более-менее фиксированного курса Он практически таргетировался Это было до 2014 года После 2014 года они перешли к плавающему курсу То есть отказались от таргетирования курса И, соответственно, свободы движения капитала И, соответственно, независимая денежно-кредитная политика Сейчас они переходят в режим В котором экономика последний раз работала в Советском Союзе Таргетируемый, но практически фиксированный курс Независимая денежно-кредитная политика Потому что нужно печатать деньги Переводя на нормальный русский язык Для поддержания реального сектора И это означает, что приходится отказываться от свободы движения капитала То есть, еще раз За всеми этими, казалось бы, сильно теоретическими разговорами Происходит просто эпический, на самом деле, сдвиг В содержании экономической политики То есть я к чему? Что, когда мы говорили о том, что идет движение в экономику Советского Союза Вот эта вот командная экономика, которая так радуется Лукашенко Значит, и так далее Вот, это не случайная вещь Это не метафора Это не что-то образное Лукашенко же ездил с некоторой задержкой Он там традиционно посещает эти пораженные регионы Значит, вот Чернобыльской АЭС Вот, аварии А ты когда же подчеркнулся к этой самой поездке, Лукашенко и сказал тогда, что Моляу, латыши, литовцы, поляки не пускают людей в Беларусь Кабины не поглядели, как добро живут белорусы Это с одной стороны, чтобы не посмотрели, как хорошо живут А с другой стороны, потому что они там, как бы, сюда ломятся Потому что у них не хватает, ладно, гречки, но и соли Кто бы мог подумать, соли нет, дожились Там же, понимаешь, какой мотив был, когда он говорил про вот эту соль То есть, кто бы мог подумать, у вас там демократия, значит, да, дожились А нету даже соли И как здорово, что у нас диктатура Причем этот мотив, что у нас диктатура у него же звучала несколько раз Да, как здорово, что, значит, вот у нас Порядок Да, потому что порядок есть с одной стороны И соли Да, и соль есть Больше того, там, на самом деле, в очень интересном смысле используется вот эта вот Как бы диктатура Когда он говорил еще на встрече с губернатором Воронежской области И вот он говорит, критикует нас, что диктатура, не рыночная экономика Главное, что есть эффект, работаем аккуратно И вот смотри, что, значит, он говорит, что не было бы санкций, была бы конкуренция То есть, в его представлении, значит, получается, что и санкции, и конкуренция находятся на одной доске борьбы с белорусским производителем Ну, соответственно, почему он хвастается здесь диктатурой? Он подразумевает, конечно же, не диктатуру и демократию Он имеет в виду противопоставление диктатуры, да, вот этого вот командно-распределительной системы Противопоставление, на самом деле, рыночной экономики Соответственно, противопоставление конкуренции Как раз, то есть, и вот эта вот фраза Теперь уже приобретает совершенно другие краски В том смысле, что он радуется, что, наконец, можно не стесняясь Идти вот в сторону вот этой вот все большей советской экономики Как это здорово И, наконец, мы сможем, да, действительно отказаться от нормального рынка А практически полностью расписать, кто, кому, что там И все вот в таком духе Своими импортозамещальными Типа того, да В творчестве Хотя импортозамещальное, оно не что у нас и импорт падает А ли импортозамещение падает еще больше, чем импорт Да, это удивительный парадокс, на самом деле Смысл которого заключается в том, что Вся история, как бы, импортозамещения Чем больше о нем говорят, тем, на самом деле, меньше доля удельного веса В товарообороте белорусской продукции Причем, что интересно, что продовольственных товаров даже Хотя там сокращение не такое сильное Ну и, конечно же, очень сильное по промышленным товарам То есть там доля уже 39%, условно говоря Так, импорт упал, а доля импортозамещения белорусов выросла Еще вырос, и да Да, совершенно верно Чем больше мы говорим об импортозамещении, тем меньше результатов от него На самом деле, у нас все это импортозамещение Которое, похоже, реально верил Лукашенко Которое думает, что, значит, сейчас им можно заняться Да, и действительно Теперь оно зойме нишу этого сникшего импорта А оно сникло разом с импортом Ну вот в том-то и дело, да Ничто так хорошо не характеризует историю, значит, с импортозамещением И не только Там, в действительности, очень длинная история Связанная с спасением Советского Союза Доставшихся промышленных гигантов Ну, много же Лукашенко об этом хвастался Это попытка длительная, причем идущая Дай бог памяти, с 2008-го, наверное, года, да? Спасение комбината «Комволь» и модернизация Помнишь, было же два визита Лукашенко на «Комволь» Один был в 2012 году, когда он говорил о том, что вот тогда у него появилось это классическое определение модернизации Да, значит, мы цеха, там, стены подлатаем, там, значит, и новые станки поставим Вот вам будет импортозамещение Значит, модернизация Значит, в 2012 он дал поручение восстановить комбольное производство в Беларуси И для этого понадобилась сырьевая база Это знаменитая история Суть его заключается в том, что, значит, посчитали, что в структуре себестоимости сырье Это стоимость текстиля более 50% Для того, чтобы это производство было рентабельным, желательно было бы иметь его отечественным, это сырье Значит, и была принята программа развития овцеводства Для получения такого количества сырья нужно было иметь не менее миллиона овец Значит, когда Лукашенко второй раз посещал «Комволь» в 2017 году Выяснилось, что было их всего 80 тысяч Нет просто достаточного количества подбищ для того, чтобы этих овец можно было содержать Потому что у нас они, как правило, все распаханы, они все из хозяйственного назначения И стоимость выведения их из хозяйственного оборота, она просто гигантская Сейчас появились новости о том, что как раз Беларуси и Комволь в первую очередь начинают какие-то сотрудничества с Россией Как они пишут, российские партнеры поставляют Комволью высококачественную шерсть Минское предприятие производит пряжу, ткани, из которых потом по проектам российских дизайнеров Значит, Комволь, то есть дизайнеров русских, Комволь будет выпускать Как они пишут, капсульные коллекции одежды для мужчин и женщин Дело в том, что тут у меня закладывается смутное сомнение, что кто-то, скорее всего, лукавит Значит, почему? Вот я нашел интервью тогдашнего, значит, генерального директора Комволя Который уже хвастается в 17-м году За день буквально до визита, значит, Лукашенко, он уже там в Советской Беларуси отчитывается о том, что, значит, у нас все хорошо Было потрачено, значит, там почти за 10 лет 110 миллионов евро Значит, а до этого износ там был порядка 80%, ну, это очень старое предприятие было Вот что говорит генеральный директор, это 17-й год Комвольный комбинат после модернизации для производства высококрасных тканей использует только австралийскую шерсть Еще часть из Уругвай Аргентины на худой конец идет Южная Африка Почему? Говорит, это страны, где нет зимы На юге России тоже есть миллионосовая порода овец Но, цитата, их шерсть по качеству даже не приближается к австралийской Поэтому, говорит, даже если бы мы завезли их сюда, из южного континента, ничего хорошего бы не получилось Потому что через какое-то время тонкоронные овцы превращаются в толстую эту шерсть И все, ей качество как бы не годится Последний абзац этой статьи, который наиболее интересен Импортное составляющее производства почти 100% 17-й год Кроме сырья закупают импортные красители, химикаты, сплошь западный продукт Качество российских предприятий, второй раз он повторяет, нас не устраивает У нас, ранее, ничего подобного не производится Вот вам прекрасная история того, чем заканчивается вся эта модернизация импортозамещения Вы делаете целиком, целиком на 100% производство из импортных По импортным технологиям, на импортных станках, из импортного сырья какие-то вещи А потом выясняется, когда, оказавшись в нынешней экономической реальности вместе с Россией Совместная подгруппа по вопросам легкой промышленности, идея которых как раз единая промышленная политика Считает, что нужно кооперироваться здесь и будем перерабатывать российскую шерсть Которая тогда считалась абсолютно непригодной И, как там говорил гендиректор, даже близко качественно не стояла рядом Понимаешь, мне кажется, что здесь вот какая ситуация Мы, в общем-то, наверное, уже подходили к пониманию того, что надо где-то как-то останавливаться Помнишь, когда Лукашенко уже даже приезжал на предприятие и там, типа, запускал их кнопку нажимая Хотя, на самом деле, оно еще ничего не выпускало и там ничего не работало Потому что с нашей модернизацией и с нашим импортозамещением Это как с ремонтом, который невозможно закончить Его можно только прекратить И мне казалось, что мы уже были близки к тому, что пора прекращать А сейчас же ситуация поменялась полностью Ну, то есть, для Лукашенко это было бы неприятное решение Но, скорее всего, так пришлось бы сделать А сейчас, в нынешней ситуации А что делать, кроме этого? А больше ничего не остается А нам же ничего не оставили И, соответственно, давай мы скажем, что не было бы счастья, но несчастье помогло Ну, так, мы, может быть, учимся с тема рация Все станут жить горшком Экспорт на заход истотно изменшится Але, в принципе, при истной экономичной системе Увы, не стали бы жить горши так и так А тут, зато, для белорусских уладов Есть вот эта нарештая, причиняю с 90-х Там, с початку нулевых Российский рынок весь для себя И для своих контрабандных схемов Ну, слушай, все упирается в то Все-таки, это импортозамещение хоть чуть-чуть работает Или оно, вот, главным образом фейк, да? Потому что, если оно хоть чуть-чуть работает То мы действительно увидим попытку выстроить полноценный Советский Союз Ну, где Лукашенко говорит А, диктатура, это же хорошо Да, потому что зачем нам конкуренция? Потому что, значит, директивная экономика По телевизору мы будем распорядать Что у нас есть соли, а у Захода нема И ладно, да, но Но фактически это что означает? Погружение в Советский Союз Значает и уровень технологической отсталости Советского Союза Да, то есть, как бы Одно дело отставать от Запада Там на 5 условных лет Там 10, как это было в Советском Союзе Совсем другое дело сейчас отставать на 30 лет Понимаешь? Это если это все работает А если выяснится, что импортозамещение работает вообще никак Это все время было фейком Ну, то тогда, я не знаю Вот дальше у меня, честно говоря, фантазия заканчивается Ну, потому что вот они окажутся перед той ситуацией В которой единственное решение, которое приходит на ум И которое они очень хотят, чтобы оно работало Оно окажется неработающим Чтобы не пропустить новые выпуски передачи «Экономика» с Чалом Подписывайтесь на телеканал «Белсад» в Ютьюбе и социальных сетях С вами был Сергей Чалый И Станислав Хвашкевич До встречи Всего доброго Гэтая программа была створена Белорусским расследовательским центром для Белсад ТВ